МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию представлена лекция на тему подхода построения систем искусственного интеллекта и применения искусственного интеллекта в робототехнике по дисциплине «Основы робототехники». В данной лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Это точки зрения искусственного интеллекта для робототехники, три направления информационной точки зрения для робототехники, программы решения интеллектуальных задач в робототехнике и различные подходы к построению систем искусственного интеллекта для робототехники. Имеется по крайней мере две точки зрения на то, что следовало бы считать искусственным интеллектом Первую можно назвать нейробионической Ее сторонники ставят перед собой цель воспроизвести искусственным образом Те процессы, которые протекают в мозгу человека Это путь изучения естественного мозга, выявления способов его работы Создание технических средств для повторения биологических структур и протекающих в них процессах Вторая точка зрения, доминирующая в проблеме искусственного интеллекта, может быть названа информационной Сторонники информационного исхода считают, что основной целью работ в искусственном интеллекте является Не построение технического аналога биологической системы А создание средств для решения задач, традиционно считающихся интеллектуальными Информационная точка зрения, в свою очередь, неоднородна И в ней можно выделить три направления Первое. Часть специалистов считает, что можно найти свой способ ее решения на ЭВМ Который даст либо результат, подобный человеческому, либо даже лучший Специалисты этого направления неоднократно демонстрировали свое искусство по созданию программ такого рода Достаточно назвать, например, программы для игры в шахматы, которые играют в эту игру лучше подавляющего большинства людей Проводящих время за шахматной доской всегда Но делают эти программы совсем не так, как люди Второе. Другая часть специалистов считает, что искусственный интеллект должен имитировать не решения отдельных, пусть даже и очень творческих задач Так как естественный интеллект человека – это его способность при необходимости обучаться тому или иному виду творческой деятельности Значит и программы, создаваемые в искусственном интеллекте, должны быть ориентированы не на решение конкретных задач, а на создание для автоматического построения необходимых программ решения конкретных задач Когда в этом возникает необходимость Именно эта группа исследователей сейчас определяет лицо искусственного интеллекта, составляя основную массу специалистов этого профиля Третья часть специалистов – это программисты, чьими руками делают программы для решения задач искусственного интеллекта Они склонны рассматривать область своей деятельности как новый виток развития программирования Они считают, что средства, разрабатываемые для написания программ решения интеллектуальных задач В конце концов, есть средства, позволяющие по описанию задачи на профессиональном естественном языке построить нужную программу на основании тех стандартных программных модулей, которые хранятся в памяти машины Теперь поговорим о программах для решения интеллектуальных задач Программы для решения интеллектуальных задач могут быть разделены на несколько групп, которые определяются типом задач, решаемых этими программами Первую группу составляют игровые программы Они в свою очередь делятся на две подгруппы – человеческие игры и компьютерные игры Особенностью всех программ для имитации человеческих игр является большая часть поисковых процедур То есть поиск лучшего или локально лучшего хода требует в сложных играх типа шахмат просмотра большого числа вариантов Недаром шахматные программы являются специальным тестом для проверки эффективности поисковых процедур Программы решения интеллектуальных задач представлены на следующем слайде на рисунке 1 Ну про игровые программы мы уже поговорили Следующие – это естественно языковые программы Это машинный перевод, автоматическое референтирование, генерация текстов, поэтические тексты Следующие – это музыкальные программы – это сочинение музыкальных произведений и анализ музыкальных произведений Имитация исполнительного стиля Следующие – это узнающие программы и последние программы создания произведений графики и живописи Теперь поговорим о различных подходах к построению систем искусственного интеллекта Существуют различные подходы к построению систем искусственного интеллекта Это разделение не является историческим, когда одно мнение постепенно сменяет другое. Различные подходы существуют и сейчас. Кроме того, поскольку по-настоящему полных систем искусственного интеллекта в настоящее время нет, то нельзя сказать, что какой-то подход является правильным, а какой-то ошибочным. Кратко рассмотрим логический подход. Почему он возник? Прежде человек занимался не только логическими измышлениями. Это высказывание, конечно, верно, но именно способность к логическому мышлению очень сильно отличает человека от животных. Основой для логического подхода служит булева алгебра. Каждый программист знаком с нею и с логическими операторами с тех пор, как он начал осваивать оператор ИВ. Своё дальнейшее развитие булева алгебра получила в виде исчисления предикатов, в котором она расширена за счёт введения предметных символов, отношений между ними, квантеров в существовании и всеобщности. Практически каждая система искусственного интеллекта, построенная на логическом принципе, представляет собой машину доказательства теорем. При этом исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом. Правила логического вывода существуют как отношения между ними. Кроме того, каждая машина имеет блок генерации цели, и система вывода пытается доказать данную цель как теорему. Если цель доказана, то трассировка применённых правил позволяет получить цепочку действий, необходимых для реализации поставленной цели. Для большинства логических методов характерна большая трудоёмкость, поскольку во время поиска доказательства возможен полный перебор вариантов. Поэтому данный подход требует эффективной реализации вычислительного процесса, и хорошая работа обычно гарантируется при сравнительно небольшом размере базы данных. Под структурным подходом мы подразумеваем попытки построения искусственного интеллекта путём моделирования структуры человеческого мозга. Одной из первых попыток был персептрон Фрэнка Розенблата. Про персептрон мы с вами говорили на предыдущих курсах в дисциплине «Основы распознавания образов». Основной моделируемой структурной единицей в персептронах, как и в большинстве других вариантов моделирования мозга, является нейрон. Позднее возникли и другие модели, которые в просторечии обычно известны под термином нейронные сети. Эти модели различаются по строению отдельных нейронов, по топологии связи между ними и по алгоритмам обучения. Среди наиболее известных сейчас вариантов нейронных сетей можно назвать нейронные сети с обратным распространением ошибки. Сети Хопфилда и стахастические нейронные сети. Нейронные сети наиболее успешно применяются в задачах распознавания образов, в том числе сильно зашумленных. Однако имеются и примеры успешного использования их для построения, собственно, систем искусственного интеллекта в робототехнике. Довольно большое распространение получил и эволюционный подход. При построении систем искусственного интеллекта в робототехнике по данному подходу основное внимание уделяется построению начальной модели и правилам, по которым она может изменяться, то есть эволюционировать. Причем модель может быть составлена по самым различным методам. Это может быть и нейронная сеть, и набор логических правил, и любая другая модель. После этого мы включаем в компьютер, и он на основании проверки моделей отбирает самые лучшие из них, на основе которых по самым различным правилам генерируются новые модели, из которых опять выбираются лучшие и так далее. Еще один широко используемый метод к построению систем искусственного интеллекта – это имитационный. Данный подход является классическим для кибернетики, и одним из его базовых понятий является черный ящик. Черный ящик – это устройство, в нашем случае это программный модуль или набор данных, информация о внутренней структуре и содержании которых отсутствует полностью, но известны спецификации входных и выходных данных. Объект, поведение которого имитируется, как раз и представляет собой такой черный ящик, нам не важно, что у него и у модели внутри, и как он функционирует. Главное, чтобы наша модель в аналогичных случаях вела себя точно так же. Основным недостатком имитационного подхода является низкая информационная способность большинства моделей, построенных с его помощью. Заканчивая ознакомление с различными методами и подходами к построению систем искусственного интеллекта, хотелось бы отметить, что на практике очень четкой границы между ними нет. Однако, очень часто встречаются смешанные системы, где часть работы выполняется по одному типу, а часть по другому. Спасибо за внимание. Продолжение следует...